Немного уставшие, счастливые, а самое главное здоровые. Четвертая группа из более чем 200 паломников благополучно вернулась в Ингушетию. Выполнив еще один обязательный столб ислама, новоиспеченные хаджи привезли с собой массу положительных эмоций. Очень хорошо полетели, очень хорошо прошло, все одеяния сделали, все сделали, все у нас прошло хорошо, везде побыли, в всех местах нам все объясняли, рассказывали, как что было. Люди уже даже не выдерживали, плакали, аж так все было хорошо. Первый раз полетело, все было отлично, все было на высшем уровне. В сегодняшней группе большинство хаджи из соседних республик. По их словам, Ингушетия отлично справилась с отправкой и размещением паломников, отмечают хорошую организацию хаджа. Аэропорт Магаса встречает нас не первый раз и провожает не первый раз. Очень теплый был прием и отправка, и соответственно до этого, когда улетали, тоже такие же положительные эмоции остались. Хвала Всевышнему, хадж, как у нас говорят, совершенству нет предела. Каждый год все совершенствуется, как у нас здесь на месте, так и там уже на чужбине. Но чужбина, говоря, мы ошибаемся, наверное, это наш родной дом. Если в прошлые годы мы ощущали кое-какие недоработки с обеих сторон, то на данный момент мы видим, что организация, начиная с вашего аэропорта, я уже не первый раз вылетаю с группой, всегда все на высшем уровне. Пусть будет Всевышний доволен всеми организаторами, которые здесь предоставляют все возможные условия. А также там на месте службы, которые встречают миллионами паломников, с каждым годом предоставляют условия на более высоком уровне. Пока хаджи проходят последние таможенные проверки и получают багаж, на улице с нетерпением их ожидают родные, близкие и друзья. Паломников они не видели больше месяца, переживали, молились за благополучное возвращение. Встречают хаджи с теплыми объятиями, слезы радости и эмоции переполняют людей. Побывать в Саудовской Аравии на благословенной земле, выполнить религиозный долг, вернуться живыми и здоровыми к родным после четырех недель – это огромное счастье. Шарипат Салтанову сегодня встречает внук Тимур. Бабушка впервые побывала в святых землях Мекки и Медины. Я первый раз. Было очень, конечно, приятно и очень, ну как сказать, и трудно, и легко. Но я очень рада, что я туда попала. Я, конечно, мечтала очень давно, но я не думала, что я туда попаду. Спасибо товарищу, который меня туда послал. А скажите, вот вы как внук сильно переживали за бабушку? Что можете сказать? Конечно, переживали, потому что там другой климат, другие условия. Молодым нелегко удается. Конечно, все от Всевышнего облегчает Всевышний всем. И путь туда открывает, и дорогу облегчает. Ну, так и получилось. Это уже четвертый борт с паломниками, который встречают в Ингушетии. Еще несколько групп ждут своего рейса. Они прилетят согласно графику. А здесь их будут встречать родные и друзья. Идрис Ижиев, Майербек Мержоев, Новости 24.